так добрый день уважаемые аналитики данных сейчас на примере такой таблицы мы попробуем работать с аналитическими функциями которые встроены в libreoffice для этого подойдет в принципе любая версия у меня 7.4 мы имеем таблицу на 286 строк в которых есть некоторые данные нам нужно проанализировать несколько столбцов и выбрать из них нужные данные для этого нам понадобится функция счет если мы будем анализировать вот этот столбик в котором перечислено несколько элементов мы должны выбрать нужный элемент который может быть перечислен через запятую для этого мы можем воспользоваться функции поиска либо просто использовать звездочки также нам нужно проанализировать этот столбик в котором указана группа и так начнем чтобы посчитать количество студентов проголосовавших в каждой группе воспользуемся указанной функции счет если здесь мы напишем эту группу а здесь будем вводить нашу формулу вот мы ввели нашу формулу и должны подставить в нее те аргументы которые подразумеваются в этой функции первый аргумент это диапазон который будет анализироваться второй элемент это условие которому должно соответствовать должен соответствовать элемент этого диапазона в данном случае мы должны проанализировать номер группы из этого столбца d поэтому здесь мы можем сделать вот таким образом но чтобы нам не ввести курсор до самого верха мы можем просто записать d2 в данном случае он показывает нам ошибку потому что не указан второй аргумент и так критерий который нам нужен в данном случае то есть условия которые мы должны посчитать с помощью нашей функции это все тот же номер группы которые мы описали в предыдущем варианте давайте я запишу как видим нам нужны кавычки для этого мы можем вписывать это через кавычки либо можем поставить содержимое предыдущие ячейки в нашу формулу то есть сделать таким образом это удаляем и вставляем номер ячейки получим тот же самый результат давайте проделаем то же самое с другой группой то есть возьмем и просто потянет формула поменялись но обратите внимание что сдвинулся диапазон у нас было d2 стала d3 чтобы этого не происходило в предыдущей формуле нам нужно поставить знак доллара перед той величиной которая не должна меняться проверяем как видим ячейки не поменялись все нормально теперь тоже операцию произведем со столбцом который нам нужно проанализировать нужны нам элементы для этого мы можем скопировать нашу формулу в диапазоне мы меняем букву g в условиях мы должны записать тот элемент который мы хотим найти в нашем массиве данных в каждой строчке например там есть слово холод попробуем в таком виде таком виде не сработало значит нам нужны еще кавычки вот таким образом мы нашли все строчки в которых упоминается слово холод и чтобы не забыть можем вписать его сюда теперь нам нужно проанализировать данные которые содержат несколько вариантов ответа то есть мы должны найти и слово холод и вот этом столбце ай найти слово да для этого нам понадобится функция это счет если множество давайте скопируем формулу и просто ее модифицируем тут дописываем мно то есть эта функция проверяет несколько условий из нескольких диапазонов я просто скопирую здесь есть правлю столбец и исправлю ответ данном случае можно звездочек да таким образом что мы имеем 26 строк в которых есть слово холод и все его модификации например холодильная и 15 строк в которых есть и слово холод в любых модификациях и ответ да таким же образом мы можем поступить с любыми данными в этой таблице надеюсь все было понятно благодарю за внимание